МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Читы из Абайкальского края на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ в студии Лилии Орлова. Информационный партнер выпуска новостей – Российская газета. И коротко о главном. Как с гуся вода? Почему эффективная работа ТГК-14 остается лишь на бумажке? На деле же все сходит с рук. Зарплата маловато. Главные вопросы заседания городской думы и нюансы тайного голосования. Ударными темпами региональный оператор Алирон Плюс обзавелся мусоросортировочным комплексом. Хорошо это или плохо? Узнаем из нашего выпуска. Публичное акционерное общество – территориальная генерирующая компания номер 14. Главной целью компании является эффективная работа на конкурентном рынке электроэнергии в сфере теплоснабжения потребителей Забайкальского края и Республики Бурятия. Это официальная версия описания ТГК-14. Но что же забайкальцы и жители Бурятии видят на самом деле? Все подробности далее в нашем сюжете. Потребители, которым было обещано качественное предоставление услуг, вынуждены переплачивать за тепло, терпеть бесконечные раскопки теплосетей, оставаясь без тепла и горячей воды. В доказательство тому сотни материалов различных редакций двух субъектов – Бурятии и Забайкальского края. Статьи, специальные репортажи, расследования, сюжеты, аналитические программы. Редкий случай, когда нас запустили прямо вот сюда, где ведутся работы. Что мы здесь видим? Здесь теплотрасса, труба, она ржавая. Но интересно даже другое. Лоток, он весь в песке, чего быть не должно. И таких моментов очень много на всем объекте. Как ни крути, жителям придется потерпеть. Тепло, тарифы, рост. Вот стратегия и миссия ТГК-14. Причем в этом послании вообще слова нет о снижении себестоимости той продукции и тех услуг, которые представляет ТГК-14. Об этом вообще не говорится. А вы же приемная, правильно? Да. А вы принимать жалобы не хотите? Нет. Нет? А почему так? У меня указание директора. Что, не принимать жалобы? Ага. Закрывать глаза на то, что людям холодно. А помимо этого, еще и созданные группы активистов пытаются прекратить произвол ТГК-14, добиваясь качественных услуг и адекватных тарифов. Что же, в свою очередь, делает монополист? Смотрит сюжеты и улучшает качество работы? Разрабатывает программу по снижению тарифов? Старается сделать бесперебойную подачу тепла и воды? Нет. Вместо этого компания тратит миллионы рублей на юристов и лингвистов, которые между строк, написанных журналистами, пытаются найти какие-то оскорбления руководителей или выражения, порочащие честь и достоинство компании перед своими потребителями. А еще тратят баснословные суммы на рекламную кампанию в различных СМИ. Если руководство ТГК-14 хочет прекратить поток плохих новостей в средствах массовой информации, то ему стоит более открыто и прозрачно идти на контакт с журналистами. Но и здесь директора решают отгородиться высоким забором. Как пример, отказ нашей редакции в посещении ТЭЦ-1. Тогда суд постановил привлечь пресс-службу ТГК-14 к административной ответственности в виде штрафа. Пресс-секретарь Ксения Горьковенко отказалась предоставить информацию об угле и воспрепятствовала съемкам телеканала. Горьковенко Ксению Сергеевну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.39 КОАП РФ, и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Хотелось бы сказать, что справедливость хоть частично, но восторжествовала. Однако, говоря простым языком, наказание отменили. Отменили по причине пропуска срока привлечения к ответственности, а не из-за отсутствия событий правонарушения. Это в очередной раз доказывает, что компания ТГК-14 умеет и может выходить сухо из воды. И к другим темам. Заседание Городской Думы выдалось насыщенным. Три важных вопроса и разные позиции депутатов. Повысить зарплату чиновникам или нет? Дать ли льготы бизнесу? Есть ли финансы на компенсации муниципальным организациям? О нюансах тайного голосования материал моих коллег. В неочередное заседание Думы городского округа «Город Чита» на повестке обсуждения – три вопроса. Единогласно приняли проект решения о предоставлении льгот предпринимателям, которые в период пандемии уменьшили аренду за свои помещения. 50-процентную скидку получат предприниматели на сумму налога, начисленного за 2019 год. Администрировать данный вид льготы будет налоговой инспекцией. Налогоплательщик предоставляет соответствующие договоры, доп. соглашение о снижении, подтверждающие документы о поступлении меньшей суммы от арендатора. Ну и, соответственно, весь пакет документов рассматривается налоговой инспекцией. Только после этого предоставляются льготы. Условия жестко регламентированы. Во-первых, код деятельности предпринимателя должен быть 68.2 – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Арендаторами должны быть организации и индивидуальные предприниматели, внесенные в перечень наиболее пострадавших отраслей. Напомним, что региональный список пострадавших отраслей шире федерального. Сдаваемая по сниженной стоимости площадь должна достигать не менее 50% от общей. Под получение льготы попадают предприниматели, снизившие аренду с 1 апреля по 30 сентября этого года. Опять, по выпадающим доходам это все относительно, насколько у нас будут выпадающие доходы. Тем не менее, на комитете вопросы все были заданы администрацией, рассмотрены. Комитет в целом поддерживает. Годовой налоговый доход по этому виду деятельности, по данным городской администрации, составляет 28 миллионов. Если 30% предпринимателей смогут выполнить условия, то бюджет потеряет 8 миллионов рублей. Миллионом меньше выделяется в качестве компенсации за простой муниципальному кинотеатру «Удакан» и банно-прачечному тресту. 3,9 и 3,6 миллиона соответственно. У депутата Артема Миняйла возник вопрос, почему под компенсацию не попало троллейбусное управление. Все-таки там троллейбусное депо, они у нас не закрывались, а вот банно-прачечный трест и кинотеатр «Удака», они у нас много времени не работали. Там, конечно, проблема такая создалась. Прошу вас поддержать этот вопрос и, Евгений Витальевич, предложение. Не знаю, что происходит, может, какие-то технические сбои были. К первому вопросу все-таки вернуться. Для нас это тоже очень важно, потому что мы исполняем поручения, как вы сказали уже президента Российской Федерации, пройдем в соответствии. В результате против поддержки данных предприятий проголосовал только Артем Миняйла. 7 миллионов ушли на возмещение доходов по простою. К слову, средства переведены из заложенных на обслуживание муниципального долга. И по просьбе сети-менеджера депутаты также вернулись к первому вопросу – индексации окладов государственным и муниципальным служащим. При первой попытке рассмотрения вопрос не прошел. Игорь Бояркин проголосовал против. Константин Уланов, Иван Курбетев, Александр Корчагин, а также Никита Жданов воздержались. Голос Александра Прокопенюка не отобразился вовсе. Какая-то техническая неувязка. Скажите, пожалуйста, как вы проголосовали? Это тайное следствие. После акцента на том, что индексировать это указ президента, а также на том, что за решением стоят сотни семей, депутаты приняли проект. Во втором голосовании воздержались Александр Прокопенюк и Игорь Бояркин. Июльским указом президента номер 455 месячный оклад увеличится на 3%. Напомним, что денежное содержание гражданского служащего состоит из оклада в соответствии с занимаемой должностью и оклада в соответствии с присвоенным классным чином или дипломатическим рангом. На основании указа индексируются эти обе составляющие. Помимо окладов, госслужащим устанавливаются доплаты за выслугу лет, за особые условия службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также предусмотрены ежемесячные премии. Выплаты, назначенные в процентах от должностного оклада, также увеличатся. Деньги в городском бюджете уже заложены. За октябрь потребуется 12 миллионов, а за год – 48 миллионов рублей. Движение – это жизнь. На территории школы номер 16 открылась новая спортивная площадка для всех. Наши корреспонденты побывали на открытии долгожданного объекта. Музыка, флаги и огромный белый медведь. В 16-й школе открывается новая многофункциональная спортивная площадка. Ну что ж, торжественный момент состоялся! Ваши аплодисменты! Наверное, самый значимый ответ коронавирусу, который сегодня ставит нас такие условия. Я думаю, что главное направление сегодня в обеспечении условий для формирования спортивного здорового образа жизни – это как раз открытие площадки. Эта площадка была еще и построена для жителей микрорайона, которые обращались, что в этом микрорайоне нет ни одного универсального спортивного объекта. Также мы построили в этом году тренажерный комплекс и хотел бы, чтобы все жители приходили на эту универсальную площадку, тренажерный комплекс и занимались физической культурой и спортом. Искусственное покрытие из Новосибирска. Ворота Читинские. Размер площадки 42 на 22 метра. Смета около 3 миллионов рублей. Особых сложностей подрядчики не имеют. Единственный момент, что наступили холода. И последние нюансы, конечно, это надо отдать им должное. И сказать огромное спасибо, что преодолевая, можно сказать, тяготы и лишения, они сделали довольно-таки все качественно, согласно всех норм, всех требований. Долго мы ждали, наконец-то дождались. Долгожданная площадка, многофункциональная площадка, где можно играть в волейбол, в футбол и в баскетбол. Ну и помимо, конечно, этих спортивных игр можно проводить веселые старты, всевозможные подвижные игры, лапта. Ну то есть все, что возможно, этим мы и будем здесь заниматься. Кто знает, может быть, как раз на этой площадке будут тренироваться будущие чемпионы России и мира. А пока медведь бьет по мячу и спортивная площадка официально не только открыта, но даже протестирована. Детвора уже ждет, не дождется, когда взрослые соберут аппаратуру, флаги и уже разъедутся по своим важным делам. А новенькая, сверкающая свежей краской площадка будет использована по прямому назначению. Вячеслав Бартнинский, Дмитрий Пенигин, ЗАПТВ. Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае, в котором погибли 19 человек в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя. Об этом сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть более двух человек». Ранее сообщалось о задержании предпринимателя Ивана Стрельникова, являющегося зятем перевозчика и водителя Сергея Зиновьева, которого следствие считает виновником ДТП с автобусом православных паломников, унесшего жизни 14 человек в июне 2017 года. Специалисты кризисной службы начали оказывать психологическую и психиатрическую помощь медперсоналу региона в режиме онлайн на базе Краевой психиатрической больницы в связи с пандемией. Об этом сообщается на официальном портале Края. Обратиться за помощью можно по телефону 8-914-854-96. Помощь бесплатная. Напомним, вице-премьер правительства Края Андрей Гурулев 3 ноября поручил организовать работу психологов с медиками, некоторые из которых находятся в подавленном состоянии. Госдума приняла в первом чтении закона проекта о новой методике расчета минимального размера оплата труда и прожиточного минимума. Со следующего года МРОД и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Половина работающих получает больше этой величины, половин меньше. Размер МРОД будет составлять 42% от медианной заработной платы – 12 792 рубля, а прожиточного минимума в целом по России – 11 653 рубля. По оценкам Минтруда, повышение МРОД затронет около 4 миллионов человек. Кабмин по поручению Владимира Путина расширил поддержку учителей. Выплаты за классное руководство теперь будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. Вознаграждение в 5000 рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта и МЧС. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки. Наш выпуск продолжится после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, вернемся уже скоро. Все сериалы свои смотришь? Вообще-то новости читаю, пап. Какие новости? У меня надежные источники. У меня проверенные. Разработаны новые правила дорожного движения для электросамокатов. Российская газета. Новости актуальны и для всех. Вы смотрите новости на ЗАП-ТВ. Продолжаем выпуск. Группа компаний во главе с региональным оператором «Алерон Плюс» выкупила мусоросортировочный комплекс. Хорошо это или плохо? В этом вопросе разбирались наши корреспонденты. Мусоросортировочный комплекс из-за банкротства компании «Забайкалспецтранс» чуть не ушел с молотка по цене металлолома. Но сегодня у него появился новый хозяин. Вот группа компаний – это операторы в сфере утилизации, вывоза, ТКО, которые работают непосредственно с региональным оператором «Алерон Плюс». Они сегодня заключили соглашение с компанией «ПСБ Лизинг» и выкупили это оборудование. То есть вот у того места, где мы сейчас находимся, появился новый собственник. На сегодняшний день у нас больше нет никаких опасностей, связанных с лизинговыми платежами. Сегодня остается просто запускать этот завод, исполнять те предписания, которые у нас существуют по госстроенадзору и развивать уже работу вот этого оборудования на благо горожан. В принципе, из-за того, что произошло банкротство «Забайкалспецтранса», это очень большой был удар по всей этой теме мусоросортировки, мусоропереработки. Но я сейчас очень рад, что наконец-таки это оборудование, эта линия обрела собственника, который нормально будет, рычительно к этому делу относиться. Сколько надо времени, чтобы запустить линию? Значит, собственно, линию, ну, час. Для меня час. Час. Вот с сегодняшнего, вот с сейчас момента, час. Добавляю, что в ближайшее время будем набирать персонал сюда, будем заниматься обучением работы, обучением технологии. Значит, соответственно, и поэтому всем бывшим работникам, которые ранее работали на данном предприятии, хоть и в тестовом режиме, соответственно, я вот говорю, что он, да, завод скоро пойдет. Звонить, писать? Звонить, писать, да. Все меня знают. Сергея Волкова понять можно. После банкротства компания, невыплат, зарплаты, смены нескольких мест работы, вернуться на практически родной завод, который удалось сохранить и запускать его. Как тут не радоваться? Только у этого позитивного момента есть и обратная сторона. Не только от инвесторов зависит запуск этого МСК с финансовой точки зрения или с технической точки зрения от Сергея Ивановича и бывших работников этого предприятия. Он зависит и от действий города. От действий города, связанных с тем, что не будет возникать таких прецедентов, которые позволяют сегодня говорить о причинах остановки этого комплекса. Ведь пока он строился, ввели перинатальный центр. А где гарантия, как говорили в одной известной книге, что придет в голову этим пивунам? А где гарантия, что завтра вот здесь за забором за Байкал спецстранца не окажется какого-то развлекательного комплекса или детского сада? Вы можете это гарантировать? Я не могу. Также остаются вопросы к новым владельцам завода. Компания Allerun Plus практически завалила мусорную реформу. На начальном этапе не было элементарного штата юристов из бытовиков, чтобы заключать договоры. На сегодня с бизнес-структурами заключено только 30% договоров. Своевременный вывоз мусора – это отдельная тема. Только в редакцию ЗАПТВ ежедневно поступает в среднем 6 звонков по невывозу мусора. Свалки в Чите убираются от случая к случаю, но за счет дефицитного городского бюджета. И это несмотря на субсидию регоператору в 92 миллиона рублей из федерального бюджета. Запуск завода – это хорошо, но вот все остальное… Я, например, до сих пор не видел четко посчитанных нормативов, замеров, вернее, на основании которых приняты нормативы. Мы до сих пор не видели документов, которые действительно подтверждают правомирность в применяемых тарифах. Но это вопросы немного другого плана. То есть на сегодняшний день мы… Сами сказали, это комплексный обед. Ну, согласен. Поэтому к этому вопросу мы должны будем вернуться на заседание рабочей группы. Заседание рабочей группы предварительно назначено на 17 ноября. Может быть, там станет понятно, пересчитает ли тариф. Или вообще из области фантастического. Может быть, будут компенсации. Весь в обоснование тарифа входит мусоросортировка. Счета выставляются с января, а комплекс появился только сейчас. Маленькому Косте, о котором мы недавно рассказывали, в сентябре исполнилось два. До недавнего времени именно этот возраст считался предельным для лечения человека с диагнозом спинальная мышечная атрофия. К счастью, исследования недуга не стоят на месте. И для Кости появился новый шанс на жизнь. Для каждого ребенка его день рождения – это праздник, веселье и подарки. Но в отличие от других, семья Кости Гипалова ждала дату двухлетия их сына со страхом. Ведь именно этот возраст до недавнего времени считался предельным для жизни больных СМА первого типа. Совместно с фондом «Спасательный круг» был объявлен сбор средств. На тот момент Косте был необходим препарат «Зоугенсма», не зарегистрированный в России, но по эффективности превосходящий все другие виды лечения. Зрители ЗАП-ТВ и все неравнодушные люди сумели собрать 11,5 миллионов рублей. Тогда препарат, требующий единственного внутривенного введения, стоил 160 миллионов рублей. Семья малыша пыталась через суд получить необходимую процедуру, но консилиум врачей не рекомендовал введение препарата, ссылаясь на то, что ребенок получает другое лечение, и для его замены необходимо время, которого у Кости как раз и не было. Сейчас малыша готовы лечить, но не в России. Его согласны взять сразу две зарубежные клиники. Там, изучив историю болезни ребенка, приняли решение, что он подходит под программу клиники без ограничения по возрасту. Но и сумма лечения теперь другая. 178 миллионов 800 тысяч рублей, или почти 2 миллиона 300 тысяч долларов. Костя чувствует себя хорошо, если можно так говорить. Он стабилен в своем состоянии, но, как уверяют специалисты неврологии, в лучшем случае его развитие останется на том же этапе. Ребенок по-прежнему не умеет даже сидеть. Дорогие друзья, все неравнодушные люди, которые пришли к нам на помощь, мне хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы рядом с нами. На сегодняшний момент мы собрали благодаря вам 11 миллионов. К сожалению, до двух лет мы не смогли получить лечение препаратом Золгенсма. Также мы очень надеялись на то, что мы сможем выиграть в лотерею от компании-производителя препарата Золгенсма. Нам так же, к сожалению, нам не повезло. Наш шар не выкатился. И у нас остался один вариант. Это единственный вариант. Единственный шанс – это собрать денежные средства благодаря вам. Мы вас умоляем, вас просим, потому что помогите нам. Помогите нам дарить жизнь нашему сыну. Без вас нам просто не справиться. Остановить прогрессирование этой страшной болезни возможно. Нужно лишь начать правильное и дорогостоящее лечение. Совершите перевод через платежные системы на сайте фонда «Спасательный круг» или отправьте смс со словом «Костик» на короткий номер 3443, указав сумму платежа. Каждый перевод способен приблизить этого мальчика к цели. И он сможет жить. Софья Подшивалова, Оксана Суслина, ЗАПТВ. На телеканале ЗАПТВ стартовал конкурс с денежными призами, принять участие в котором может любой желающий. Об условиях участия напомним прямо сейчас. Адский троллейбус, транспорт безумного Макса, призрачный сарай. Как только не называли читинцы новый арт-объект, который появился рядом с троллейбусным депо. Кого-то конструкция напугала, кого-то рассмешила. Некоторые и вовсе начали искать сравнения со скульптурами, например, в той же Европе. Но мы не Европа, мы столица Забайкальского края. И что же интересно сейчас люди думают, проходя мимо адского троллейбуса. Выглядит необычно. Стар же еще не доделано. Я даже не могу объяснить, какие впечатления. Она стояла черной, такой-то недостойной, короче говоря. Но сейчас вроде бы как-то она приобретает более-менее ничего так. Но за 50 лет, я думаю, могли бы они достойную скульптуру поставить. Надо было бы полностью сделать троллейбус. Так как я была свидетелем открытия троллейбусной линии в 70-м году, мы как-то радовались, ждали этого троллейбуса. Надо было бы полностью сделать. Не знаю даже. Ну, мне кажется, если уж троллейбус, так он полный должен быть троллейбус. Задняя часть отсутствует. Я вижу, что что-то недоделано, недоработано, недостроено. Просто непонятно. Да, кстати, непонятная скульптура. Я вот сколько проезжаю. Задумку не поняли вообще. Оборванный такой троллейбус. Для чего? Как будто теракт произошел, а половину троллейбуса дровало. Просто как-то странно выглядит. Странно выглядит. Ну, задумка автора тебе понятна? Что автор хотел этим показать? Это не особо как-то. Понятно одно. Инсталляция даже сейчас продолжает вызывать у горожан смешанные чувства. К смешанным чувствам читинцев добавим чувство юмора. Объявляем конкурс «Фотожаб». «Фотожаб» — это разновидность фотомонтажа. Сленговое название результата творческой переработки участниками изображения с помощью графического редактора. Фотошопа, как пример. Итак, поехали. Вот оригинал фото. Скачать его можно в описании по ссылке. Или можно сделать фото самостоятельно в троллейбусном депо. Кому как удобнее. Вот вариант «ЗапТВ». Ваша задача тоже немного добавить творчества и юмора. Свой вариант «Фотожабы» на троллейбусную инсталляцию отправляйте на почту «ЗапТВ24» собакой «Яндекс.ру» с пометкой «Конкурс Фотожаб». За первое место — 3000 рублей, за второе — 2, и за третье место — 1000 рублей. «Фотожабы» принимается до 1 декабря. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за новостями на Первом Независимом, а также за погодой, которая не перестает удивлять. О ней вы узнаете прямо сейчас. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Торговый центр «Макси». Шилово 100. Очень доброй традицией для многих стран стало празднование 13 ноября Всемирного Дня Доброты. В пятницу в Чите будет переменная облачность и плюс 2 градуса днем. Ночью температура воздуха составит минус 9, минус 11. Я желаю всем отличных выходных. Увидимся завтра на канале «ЗапТВ». Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok